добрый день подписчики моего канала и просто зрители хочу показать такой замок гаражный называется так называемый падающий ключ ключ выглядит вот такая штука покажу как он работает замок сделан достаточно надежно с точки зрения устойчивости к взломщикам вот потому что визуально при установленном замке на двери в общем то видно просто вот это круглое отверстие да еще и не просто так а через обшивку ворот там или дверей есть просто круглое отверстие как он устроен этот замок мы видим штифт который двигается шестеренкой колесо заблокировано тремя штифтами подпружиненными изнутри для того чтобы его провернуть их нужно нажать и провернуть как работает система вставляется ключ прямо переворачивается на 180 градусов падает язычок или флажок проворачиваем находим положение эти пальцы нажали свете ключом замок проворачивается вот открылся чтобы вытянуть ключ переворачиваем опять на 180 градусов флажок падает и он свободно выходит из замочной скважины сейчас покажу не знаю видно или нет значит на падающем флажке вот эти вот штырьки они собственно являются секретом потому что их расположение их расстояние между ними их диаметр и шаг общий это является в общем-то секретом который снаружи не виден никак мы имеем снаружи голое отверстие и что там внутри в общем то может домушники и догадываются что там внутри но на самом деле отмычкой такой замок или сама калиным шурупом шуруповертом и выжимкой такой замок не открывается сейчас я сделаю для него крепление чтобы его на дверь прикрутить уже в собранном виде я покажу ну гайки неудобно варить прямо на на двери поэтому я сделаю из полосы 30 такой кондуктор с приваренными гайками который будет приварен на дверь и к нему через эти отверстия будет прикручен замок для крепления купил для крепления этого замка на дверь я купил такие винтики это м8 вот но не через через шайбы такие большие шайбы вот эти гайки будут приварены снизу на полосу и только винты короткие купил надо чуть длиннее видите я не допер они наоборот в эту сторону так все правильно вот эти гайки будут приварены сейчас сделаем устройство покажу как она будет собрано хочу добавить для таких работ пользуюсь своим самодельным трансформатором точнее сварочным аппаратом это не просто трансформатор это трансформатор с регулятором с выпрямителем вот да он такой громоздкий и достаточно тяжелый потому что собран на железе двух латров там в общем общий вес где-то килограмм 35 36 вот этой конструкции вот но он много лет работает веро и правда и варит отлично сейчас я сделаю изделие и покажу как это все выглядит показать эту куруность вот пользуюсь сварочным аппаратом у меня к сварочному аппарату прикручен 4 квадрата 20 метровый провод который вот там включен в сарае вот и для того чтобы не пользоваться дополнительными удлинителями и всякие разные херней я на сварочном аппарате сзади прикрутил вот такой блок розеток которые напрямую подключен к этому проводу и всегда находится под напряжением даже если сварочный аппарат выключен для этого мы это для использования болгарок посмотрите у меня болгарка сюда включена дрель включена все в общем все электроприборы которыми я пользуюсь все включены в провод питающий сварочный аппарат если надо мы можем сварочный аппарат включить вот он работает вот я его выключил вот а дрели и болгарки все равно работают посмотрите вот такая тонкость или хитрость когда-то изобрел пользуюсь очень удобно а Продолжение следует... 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 Ставим... Продолжение следует... 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 сейчас соединяем такое изделие получим давайте выдвинем на край потому что варить будем так 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...